Третье октября. Желтая осень. У нас холодно. Пчела сидит, собралась. Такие рыхлые клубы. У нас ночью уже бывает ноль плюс два. Грустный сезон для пчеловодов. Наступает полноценная осенняя погода. Посмотрим пару семеек. Ф1. ИО маток. Здесь семейка ВИФ-8. Под пленочкой. Семья на восьми рамках. Посмотрим какое состояние. Плотненько сидят, на рамках никого нет. Вот такое состояние семьи. Это рамка по центру. Посмотрим следующую рамку. Расплода нет на центральных рамках. Работаем аккуратно, чтобы особо не беспокоить пчелу. Посмотрим третью рамочку. Пчелы достаточно. И с этой стороны. Так пчела шубой уже висит. Вот здесь еще есть закрытый расплод. Ну и больше ничего, ни личинок, ничего нет. Вот и маточка ходит. Это маточка 2019 года. Мы снимали в прошлом году, в сентябре. Можно сравнить видео. Там именно эта метка. Она живо, хорошо перезимовала. Она кстати стала темнеть, потому что ей уже третий год пошел. Так к вопросу о цвете маток. Многие ошибочно задают мне вопросы о цвете маток. Мы не ведем селекцию и маток по цвету. Мы ведем селекцию по цвету пчелы. Для нас важно, чтобы пчела была ровная и имела желтый цвет. На видео видно пчелу от этой матки F1. Если сравнивать с прошлым видео, она была намного желтее. То есть маточки они стареют и приобретают свой неповторимый оттенок. VIF 8. Мы успешно используем в виде отцовских эту линию. Дает хороший средний стабильный результат. Как по пчеле, так и основным ХПП пчелы Баквуст. Ставим рамочку с маткой в гнездо. Вот рамка была минут десять. Они так шубой и сидят ровным ковром. Такая семейка VIF 8. Плотно сидит на восьми рамках. Но я уже вижу, восьмую будем убирать. Это в октябре мы ее уберем. И поставим заставную. Посмотрим его маток. Это пятьдесят восьмая линия. Через перегородку сделал микс. Сто четвертой линией и VIF 8. На пяти рамках пошли в зиму. Это уже ее своя пчела. Понятно, фенотип и его маток будет только желтый цвет. Мы предлагаем маток и его зимовалых только проверенных по фенотипу. На зимовку и на основные ХПП пчелы Баквуст. Эти матки будут давать стопроцентно желтых пчел. Ну, для нас серый цвет пчелых это не брак. Допустим, в F1. Но в матках ИО серый цвет пчел для нас это брак. И все наши покупатели, которые приобретают наш материал, а именно ИО маток, знают, что наши матки ИО дают только желтый цвет пчел. Вот так они запечатали и собрались. Вот и маточка ходит. ВИФ 58. 58 линия. Это очень хороший баланс. ХПП пчелы Баквуст. Очень стабильная по передаче основных ХПП пчелы Баквуст в F1. Вы можете видеть пчелу. Сто процентная ее пчела собралась и идет в зиму. Конечно, у его маток более желтая пчела. Так, понятное дело, здесь труд известен. Был сделан микс на 104 линию и ВИФ 8. Мы довольны этой линией. Сама племенная матка идет уже в четвертую зиму зимовать. Мы с уверенностью можем говорить, что это очень адаптированная линия к условиям Беларуси. С нашими непонятными зимами то они теплые, то минус 30, как в 2021 году. У нас около двух недель держалась такая температура. Очень хорошая передача по цвету. Это стабильный желтый цвет. И, к слову сказать, у нас все, все его матки дают только желтых пчел. Мы позиционируем наших пчел как средний уровень ХПП пчелы Баквуст. Так как очень трудно судить по нашим условиям, сколько та или иная линия принесет меда. И некоторые покупатели настоятельно просят услышать цифры. Я уже некоторым объяснял это. Вот, например, в моих условиях на стационаре в условиях севера Беларуси в среднем лучшие семьи дали в этом году до 100 кг меда. Некоторые люди из России пишут, что у них на одну зимовалую матку F1 150 кг было. Некоторые пишут, что есть до 200 кг медопродуктивность некоторых наших линий на зимовалых F1 маток. Поэтому мы не можем сказать, что та или иная линия может принести 200 кг меда. Поэтому мы пишем среднее значение, а уж вы на своих пасеках. Вы можете проверить и удостовериться в наших линиях пчел Golden Buckwest Беларусь. Такая красавица. Отвечая на вопрос, кто же выиграл матку ИО, скажу, это был очень трудный выбор. Потому что вы очень хорошие комментарии писали. Но выбор пал на название аккаунта Андрей А. Липецкая область. Также хочу искренне поблагодарить всех, кто писал отличные комментарии о наших пчелах. У нас очень ограниченные партии на этих маток. Почему-то люди заказывают после Нового года, к весне, а их обычно уже не бывает. У нас всех маток выкупают уже осенью, до Нового года. Пчелы уже волнуются. Мы убрали одну рамку, пятую. Будет на четырех рамках зимовать. Закрываем пчелок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...